Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как Богородица спасла самолет, у которого отказали двигатели. Чуть ли не каждый день нам старательно сообщают СМИ об ужасных авиакатастрофах, в которых гибнут десятки и сотни людей. Мало кому удается спастись при падении с многокилометровой высоты, а тем более при взрыве в воздухе. Почему спасенных бывает так мало? После потрясающего случая, происшедшего в небе с греческими паломниками, на этот вопрос можно ответить. Мало молились Богу пассажиры погибших самолетов. Ведь Его милосердие и могущество безграничны, и если много людей умоляют Господа о помощи, то она обязательно приходит. Это по человеческим представлениям невозможно спасти падающий авиалайнер. А в Царстве Небесном действуют законы высшего порядка, которые преодолевают естества чин и отменяют законы нашего мира, по которым должен разбиться самолет. В этом удивительном рассказе меня особенно радует точность некоторых деталей. Такие подробности невозможно придумать. Во-первых, называются время и место события. Это было на рассвете в пятницу 29 августа 2003 года. Мы с тяжелым сердцем покидали Иерусалим с грустью, прощаясь со Святой Землей и направляясь через Тель-Авив в Афины. Так начала свой рассказ одна из пассажирок того авиарейса. 28 августа ее паломническая группа участвовала в праздничной службе в честь Успения Богородицы в Древнем Храме у ее гроба в Гефсимании и теперь возвращалась в Грецию. В этом самолете было много верующих воцерковленных людей, в том числе священников, которые начали молиться о помощи Божьей Матери еще за сутки до полета. Молиться в такое время и в таком месте, когда и где эти молитвы не могут быть неуслышанными. Похоже, это имело решающее значение в дальнейших событиях. Далее рассказчица сообщает о явной неисправности электросистемы Аробуса, которая была видна еще до взлета. Священие в салоне все время мерцало и не давало яркого ровного света. А когда он начал взлетать, появился характерный звук, как при многочисленных коротких замыканиях. Поломница сидела со своей матерью в левой части самолета перед крылом, а их друзья и знакомые на соседних местах. Поэтому им хорошо были видны через иллюминаторы двигатели самолета. Сначала они не обращали на них внимания, мирно творя мысленные молитвы. Но минут через двадцать раздался громкий хлопок. Самолет стал сильно дрожать и двигаться то влево, то вправо, словно сито, в котором просеивают муку. Тут поломница посмотрела в иллюминатор и обмерла. Турбина горела и выбрасывала куски раскаленного железа. Через несколько минут пассажирам сообщили о потере левого двигателя и о попытке добраться до аэропорта Алифтериус-Венезелас с одним мотором. Но не прошло и двадцати минут, как раздался хлопок с правой стороны. Самолет опять стал дрожать, метаться и скакать. Послышался другой звук, подобный свисту, как при падении авиабомбы в фильмах про войну. Это означало, что самолет резко теряет высоту. И тут кто-то закричал, что загорелся правый двигатель. Из него тоже вылетали куски металла, он разрушался прямо на глазах. Стюардессы, которые только было принялись подавать прохладительные напитки, срочно зафиксировали свои тележки, быстро сели на места, пристегнули ремни и положили головы на колени. Так больше шансов не сломать позвоночник при ударе самолета о землю. Некоторые сердечные больные и пожилые люди принимали по несколько таблеток сразу. Супруги публично признавались друг другу в прошлых изменах и просили прощения. Бабушки и дедушки каялись своим детям в несправедливом распределении наследства в завещании и тоже просили прощения. Те их прощали и в свою очередь извинялись за свои проступки. Друзья признавались друг другу в том, как когда-то по какой-то причине солгали и оклеветали друг друга. Так готовились к смерти люди православные, очищая душу публичным исповеданием грехов, прося друг у друга прощения. Наша рассказчица остановила пробегавшую мимо стюардессу и спросила, правда ли, что самолет потерял оба двигателя и падает. И та несколько раз кивнула головой не в силах вымолвить ни слова. За весу тревога привал громкий голос одного священника. Не бойтесь, братья мои. Давайте помолимся. Бог не оставит. Это переломило гибельный ход событий. Люди воспрянули духом и стали бороться за жизнь единственно возможным и самым верным способом. Священники надели и петрахили и стали молиться вслух. Некоторые миряне читали Отче наш, остальные молились Богородице. Мы возложили надежду на Бога и почувствовали себя лучше, испытав некоторое облегчение. Это резко отличало православных от пассажиров иной веры, которые были смертельно напуганы и смотрели на молящихся, как на сумасшедших. А когда пилот озвучил самое страшное? Самолет потерял оба двигателя, слил горючее и пытается возвратиться в аэропорт Тель-Авива, но шансов не разбиться очень мало. Тогда православные паломники усилили свои молитвы. А иноверцы впали в отчаяние. Меня удивило, что горячо молились и те, кто раньше казалось не веровал. В истину так перед лицом смерти не бывает ни верующих и ни молящихся. Это ярко проявилось еще во время Великой Отечественной войны, когда на фронте становились верующими даже атеисты и коммунисты. А соблюдавшие заповеди и молившиеся спасались даже в самых страшных ситуациях, когда вокруг погибали безбожники. А в том самолете, который потерял оба двигателя и быстро терял высоту, опасность стала предельной. Казалось, что гибель наступит через несколько секунд. Молящиеся в апеле к Богу и Богородице. Остальные рыдали в истерике. И тут неожиданно встал высокий стройный эрмонах с длинной бородой, который предложил всем молиться. Его лицо было радостным. Со слезами на глазах он сказал громким, вдохновенным голосом. «Дети мои, прошу вас, поверьте мне. Я вижу перед собой, как огромная фигура Матери Божией держит за днище наш самолет, мы спасемся». «Мы спасемся». И разрыдавшись, добавил. «Давайте помолимся и поблагодарим ее». Все поверили ему, исполнились надеждой и стали петь молитвы радостно. Даже стюардессы, не знавшие греческого языка, поняли, что случилось нечто радостное и воспрянули духом. Вот вдали показались здания Тель-Авива, приближался аэродром. А самолет был уже совсем низко. Казалось, что через несколько мгновений он ударится о землю. Но неведомая сила поддерживала его. Похоже, что и вправду он был на руках Богородицы. На аэродроме все подготовили к возможной катастрофе. Посадочную полосу покрыли пеной на случай загорания самолета. Вдоль нее стояли ряды пожарных машин и скорой помощи. Других самолетов не было видно. Казалось, что аэробус спускается с большей скоростью, чем обычно, и посадка будет жесткой. Сталось несколько мгновений. Пломники перекрестились, и самолет сел. Сел мягко вопреки законам физики. Это поразило всех. Когда он коснулся земли, то чудесным образом остановился всего через 50 метров, и при этом ни один из нас ничуть не сдвинулся со своего места. Турбин у самолета не было, чтобы повернуть их вращение в обратную сторону для торможения. А торможение шасси должно было быть очень резким. Чрезвычайно опасное явление, чтобы остановиться всего через 50 метров, но и тогда по закону инерции мы бы все вылетели вперед. Даже если немного притормозить в автомобиле, на больших скоростях тело уходит вперед. Однако ничего этого с нами не случилось. Самолет не остановился согласно законам физики, а был будто бы мягко поставлен на Землю. В этом вся суть. Аэробус падал с 10-километровой высоты и должен был разбиться в дребезги. Но чудесным образом он приземлился мягко. И нет никакого другого объяснения этого чуда, кроме того, что увидел прозорливый эромонах. Лишившийся двигателей самолет несла на руках Богородица и мягко поставила Иго на посадочную полосу в аэропорту. Не нам смертным рассуждать о том, почему фигура Божией Матери имела огромные размеры. Как она могла удерживать многотонный самолет? Мы не знаем законов высшего мира и можем только с изумлением наблюдать, как они проявляются в нашем мире, побеждая естества чин. Конечно, первые мгновения после чудесного спасения паломники испытывали великую радость. Со слезами на глазах они громко восклицали. «Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Матерь Божия! Да светится имя Твое, Господи!» А у стердес был нервный срыв. Одна из них минут пять открывала йогурт, седала ложку и брала другой. Другая все время открывала и закрывала какие-то выдвижные ящики. А третья дрожала, стуча зубами. Когда все вышли в зал, врачи стали приводить кого-то в чувства. Другим принесли прохладительные напитки. С того момента все мы потеряли интерес к мелочам. Никто не кричал по поводу задержки, не возмущался по поводу чемоданов, не заикался на тему публично признанных тяжких грехов. Мы все шагали по земле, но наши ум и сердце вырывались и взлетали от переполняющей благодарности, которая по силе каждого была направлена ему. Тому, кто так щедро доказал свою любовь к нам. Но не только участникам легендарного рейса доказал Господь свою любовь. Всю Грецию потрясло сообщение об этом чуде, которое передал один из центральных телеканалов страны. Поистине любит нас Господь, если дал возможность узнать о великих чудесах, в рельности которых нет никаких сомнений. Они с потрясающей силой свидетельствуют о Царстве Небесном, из которого приходит помощь тем, кто с верой просит ее. Свидетельствуют о безграничных возможностях наших покровителей из высшего мира. О том, что Бог может спасти нас от гибели даже в самых безнадежных по человеческим представлениям ситуациях. На этом на сегодня все. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог!